Вегетарианцы Хм, у них совсем нет сил Они кучка слабаков Жаль, но они такие На морковке мышцы не вырастешь Здоровье Кого они дурачат? А ты что думаешь, Эмил? По поводу? По поводу вегетарианцев Но они в порядке Нет, ну скажи, что ты на самом деле думаешь У них все отлично Правда, на самом деле ты не знаешь, что означает быть вегетарианцем Конечно знаю Это человек, который не ест мясо Нет, это человек, который не ест мясо, рыбу, курицу и любые продукты, получаемые путем насилия Я так и думаю, но тебе это точно не подходит Я вегетарианец О нет Да 10 лет 10 лет Ну ладно, ты не такой, как все Но скажи мне хотя бы про одного спортсмена, что он вегетарианец Вегетарианец Каул Левис, помнишь его? 9 олимпийских золотых медалей, величайший спортсмен в истории Ладно, ну хотя бы еще одного Мартина Неветалова, величайшая женщина на теннисистке Хорошо, ну еще одного Эд Моузес, величайший спортсмен, плавец Дэйв Аймен Скотт, и конечно сам парень Какой парень? Парень горилла Очень смешно Ничего смешного, наш организм очень похож И знаешь, разница между своими генами и его всего 2% 2% Как бы там ни было, что тут такого? Пища для жизни Итак, что будем есть? Мясо, это же естественно Естественно Почему бы тебе не подбежать к коровам и не отгрызть кусочек? Ты что? Это же омерзительно Где же твоя кровожадность? Твои клыки, когти, которым бы ты смогла вцепиться в нее? Я хочу тебя кое с кем познакомить Это доктор Критсфен Здрасте Доктор-диетолог и консультант по питанию экспедиции Первая британская женщина-альпинист Также она участвовала в экспедициях на Северной и Южной Плюса Скажите мне, Крис, нам необходимо есть мясо? Естественно ли это? Это естественно для животных, таких как кошки, собаки, львы Но для человека нет необходимости питаться мясом И на самом деле, если загнуть в историю, то мяса особенно много мы и не ели Потому что мы можем получать все необходимые питательные вещества, питаясь вегетарианской пищей Здесь в последнее время люди стали потреблять больше мясных продуктов Но это не естественно, потому что они содержат насыщенные жиры, а это неблагоприятно для нас Ну а как же белки? Мы должны есть мясо из-за того, что у него много белка Многие люди так считают Но на самом деле все необходимые белки содержатся в вегетарианской пище В таких продуктах, как орехи, бобы, тофу, молочные продукты И даже макароны и хлеб тоже содержат белки Так что если вы будете есть эти продукты, вы получите все необходимые белки из вегетарианской пищи Ну что, Ники, тебе этого недостаточно? Эксперты говорят нам, что проводились многократные исследования И Британская медицинская ассоциация утверждает, что все необходимые питательные вещества содержатся в вегетарианской пище Недостаток железа не является распространенным явлением среди вегетарианцев И вегетарианская диета подходит для детей На самом деле многие вегетарианские продукты содержат железо И об этом важно знать как мясоедам, так и вегетарианцам Что недостаток железа приводит к анемии, и особенно среди молодых женщин Лучший способ избежать этого есть больше фруктов и овощей Потому что они содержат витамин С, а именно витамин С способствует усвоению железа Да, но как насчет всех остальных веществ, которые мы не получаем, если мы едим мясо? Ну, витамины Да, витамины очень важны, и действительно в мясе содержатся витамины группы В Но тоже можно сказать, для многих вегетарианских продуктов Большинство витаминов и минералов, без которых мы действительно не можем жить Происходят только из фруктов и овощей Вот насколько они важны для человека И можно сказать совершенно точно, что вегетарианцам не нужно употреблять таблетки и пищевые добавки Картофель, макароны, хлеб, рис, верновые Эти продукты содержат сложные углеводы Что? Какие сложные углеводы? Сложные углеводы составляют основную часть нашей диеты И они дают нам силы, и если вы занимаетесь спортом, то их необходимо есть больше Но еще один важный составляющий элемент – это клетчатка Я знаю, что это важно, но почему? Потому что это помогает тебе ходить Куда ходить? Ну, ходить, по-большому Клетчатка – это часть растений, которые не перевариваются И хотя она не содержит питательных веществ, она очень важна для здоровья Так как она способствует пищеварению и помогает выводить из организма шлаки и токсины Большинство вегетарианских продуктов содержит необходимое количество клетчатки Также важно отметить не только то, что в вегетарианской диете есть, но то, чего в ней нет И это насыщенные жиры и вредный холестерин Международная организация здоровья Женева Насыщенные животные жиры и холестерин не содержат необходимых питательных веществ И оба этих элемента приводят к раковым опухолям и сердечным заболеваниям Поэтому их не следует употреблять Но ты хочешь сказать, что столько вегетариантов по причине здоровья? Да, поэтому Еще из-за животных Я хочу тебя еще кое с кем познакомить Это Джулия Гелатли Основатель вегетарианской организации VIVA И также автор книг «Молчатливый ковчег» и гид «Как стать быть и оставаться вегетарианцем» И еще у нее есть диплом патологии Ты знаешь, Никки, что каждая третья женщина не ест мясо, и молодой человек рядом с тобой тоже Например, в Британии около 5 миллионов вегетарианцев И для этого есть множество причин, основные из которых это то, что люди хотят быть здоровыми И не хотят поддерживать жестокое отношение с животными на фермах и больных Посмотри на это Только в Британии выбивают 750 миллионов животных ради мяса И большинство из них выращены на скотофермах Эти животные никогда не видели солнце, не чувствовали свежего воздуха и дождя Инфенсивное скотопроизводство основано на том, чтобы использовать минимальное количество пространства И на специальном питании, ускоряющем рост, для того, чтобы быстрее отправлять на бойню На большинстве фирм в Европе используются тесные клетки для свиней А последние исследования показывают, что свиньи очень активные животные, как, например, собаки И им необходимо двигаться Общественные движения в Британии добились того, чтобы с 1998 года использовать такие клетки стало незаконно Но даже новые клетки переполнены У свиноматки есть естественное желание устроить местечко для своих детей Но это не позволяется Почти все поросяты рождаются в таких клетках, где свиноматка не может позаботиться о поросятах И может кормить их только через решетку Поросятам необходимо питаться молоком не менее двух месяцев Но через две-три недели их разнимают И их ждет та же участь Тесные клетки, в которых они едва смогут двигаться Эти развитые животные имеют потребность в исследовании природы Но все, что им доступно, это только их тела Поэтому они начинают нападать друг на друга настолько сильно, что их приходится забивать раньше времени И для того, чтобы предотвратить такие случаи, их зубы вырывают щипцами и отрезают хвосты, обычно без обезболивающего Впоследствии поросят помещают в бетонные помещения, а потом, через 5-6 месяцев, их убивают Вот таким образом люди получают сосиски, колбасы, котлеты Конечно, поросяты, которые живут в дикой природе, не кусают друг друга Ведь у них есть много других занятий и развлечений